Границы Козлорды расширились почти вдвое с 11 до 20 тысяч гектаров. Согласно обновленному генеральному плану, в территорию областного центра вошли 4 дачных массива. Арай, Сабалак, Эдельвейс и Янбек. В прошлом году жители жилого сектора жаловались на отсутствие дорог и качественной питьевой воды. А теперь эти проблемы будут решены. Об этом стало известно на отчетной встрече с населением. Тему продолжит Райхан Тажибаева. Еще 10 лет назад в дачном массиве Сабалак было всего несколько домов. Не было ни воды, ни дорог, ни света. Сейчас уже несколько улиц и сотни жильцов. А самое главное, в конце прошлого года в теперь уже городской микрорайон провели водопровод. Впрочем, помимо чистой питьевой воды, сабалаховцам нужны хорошие дороги, электричество и центральное теплоснабжение. Электроснабжением обеспечена только половина Сабалака. Было бы здорово, если свет будет у каждого в доме. Еще один вопрос – отсутствие газоснабжения. Раньше на дачные массивы получить финансирование было сложно. Теперь в рамках программы инфраструктурного развития работы на бывших дачных массивах уже начаты. К слову, инфраструктурному развитию Казларды как в прошлом, так и в этом году будет уделено особое внимание. К примеру, в течение ближайших трех лет планируется отремонтировать больше половины городских улиц. На эти цели требуется свыше 9 миллиардов тенге. Работы будут проведены в три этапа. В этом году выделен 1 миллиард 800 миллионов тенге. Первый транш – полмиллиарда тенге – уже получили. Работы начаты. Еще за три часа до начала самой отчетной встречи здания дворца студентов развернула работу общественная приемная, куда с различными вопросами общей сложности обратилось около сотни горожан. Часть вопросов удалось решить на месте, часть взять на заметку. Райхан Тажбаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Казларда, Хабар, 24.